Ты нас помилуй, ты благослови. Милости твоей полна земля. Ты сотворил небо и землю, и все видимое и невидимое. И поставил человека господином всякой твари. Слава тебе, Боже, наш, за твою великую любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Господа нашего Иисуса Христа, умершего на кресте, распятого грехами нашими, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ты есть, Господи, свет, ты есть жизнь и спасение. И горе человеку, который не примирится с тобой при жизни, ибо покаяние возможно только в этой жизни. Господи, слава тебе! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Ибо всякий делающий доброе идет к свету, дабы явно были дела его, а делающий злое не идет к свету, потому что дела его злые. Прости нас, Господи, и помилуй. Мы просим тебя, Владыка, пошли добрых проповедников, миссионеров, со словом живого Слова Евангелия, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Ибо объятия твои простерты для всего человечества, и не вечно Духу Господню быть пренебрегаемым. Как некогда пришел потоп и залил всю землю, так будет и перед пришествием Сына Человеческого. Уста твои святые изрекли это пророчество. И пророк Исаия говорит, кто поверил слышному от нас? Слава Тебе, Господи, Ты позволил нам спуститься в эту бездну ада и тьмы, где мы находимся сегодня. Что людям возвестить о Твоем спасении, что никакие прелюбодеи, блудники, пьяницы, шребоугодники, сребролюбцы не наследуют Царство Небесное, на участие сбудет с дьяволом в геене огненной, где червь не умирает, а огонь не угасает. И Ты скажешь избранным Твоим, которые, когда ты алкал, накормили тебя, жаждал, напоили, которые посетили Тебя среди уз находящихся, лежащих на одре болезни. И Ты скажешь им, благословенные мои, войдите в радость Господина моего, ибо жаждал я, и Вы напоили меня. И скажешь, где мы видели Тебя? Так как Вы помогли одному из малых сих верующих в меня, то помогли и мне. Господи, как Ты велик! Слава Тебе! Мы молим Тебя, ибо дух и невеста говорят, приди ей, гряди, Господи Иисусе. Ты через апостола Павла избранный сосуд Твой сказал, всем нам надлежит предстать присудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он надел, живя в теле, доброе или худое. Ибо Господь через того же Павла сказал, нет другого основания, кроме веры в Тебя. Ты взял грехи мира на себя и умер за нас, послал детей своих и сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И горе смеющимся ныне, ибо смех их обратится в плащ и в рыдание, и блажены плащущие, ибо они утешатся, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блажены кротки, ибо они наследуют землю, блажены милостивые, ибо они помилованные будут, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, и блаженны люди, которых будут гнать и преследовать, и всячески злословить за имя Твое. Велика их награда пред Тобою в вечности, так поступали и с пророками бывших прежде нас. Господи, посети страны в тяжелом положении и правителей в разуме, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое от церкви Твоей. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Господи, услыши нашу молитву, коснись сердца людей, дабы помогли страдающим детям Сирии, обездоленным, покинутым. Научи нас быть сострадательными, научи нас быть милостивыми, и укажи нам, Господи, людей, которым могли бы мы помочь. Слава Тебе! Ты научил нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть экономным во всем. Слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи, за этот дивный день, которого никогда не было во вселенной. Ты позволил нам свидетельствовать о любви Твоей, ибо Слово Твое, Иоаннгеле, живо и сегодня. Иоанн Богослов видел ангела, летящего посредине неба, который нес вечное Евангелие. Ибо все, что есть на земле, земля и все, что на ней сгорит, и только праведность воссияет. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! За слово Твое! Ибо через Моисея дан закон, а через Тебя, Господи, милость на милость! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Велика Твоя милость! И щедроты Твои бесконечные! Аллилуйя! У вас какие-то вопросы есть? Погромче. Да, вас слышно? У нас много, большие ресурсы, вот так называется. Он знает. Знаете? А то и по скайпу можете выйти. Да, я смотрю ваши ролики, я сам православный, тоже зашел в чат рулетку, думаю, найду разумных людей поискать, подписан на ваш канал, тоже смотрю каждый день, какие люди появляются. Особые тут развратники сидят, они будут. Ну, неприятные виды. И вот, рад просто увидеть вас, вот так вот и живу. Как у вас дела-то там в деревне? В деревне? Ну, сегодня батюшка приехал, он служит через две недели. Одно воскресенье там, одно здесь. Он сегодня приехал. Благополучно все, слава Богу. Своё хозяйство, работают. Мы молимся, чтобы Господь послал добрых жителей с детьми. Потому что кто поселяется, он должен пять качеств иметь. Первое, не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Я как-то в краевой администрации сказал об этом, а они говорят, так у нас тут в администрации ни одного такого нету. Статистика врет. Женщины, говорят, курят, сквернословят. Я говорю, да какие мы люди-то? Мы должны ориентировать, держаться на Христа. У нас город такой же, курят, пьют, а в церковь молодёжь совсем не ходит. Ну, так мало трёх человек ходят молодые. Ну, вот я вот. Я в 15 лет к Богу пришёл. Живу в Железногородске. Мне вот служба понравилась у вас с Сергеем. Вы видели, когда у нас митрополит Сергей вёл литургию? У вас, у вас на канале понравились. Очень смотрел, просто засыпал, когда вот служба нравилась. Это вы... Когда у нас митрополит служил? Да, 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 да. Ну, это митрополит... Митрополит, это редкость такой, чтобы такой был митрополит, так расположен был везде. К нам в деревню 150 километров на день деревни на престольный праздник приезжают и священники с ним, там, семинаристы, хористы. До этого были у нас... Приезжает к вам Владыка Максимилиан, такой братская епартия. Максим, кстати. Повтори ещё раз. Владыка Максимилиан приезжал к вам в город? Владыка Максим... Максим... Как там? Максим... Такого я не знаю даже. Может и... А откуда вы? С какого места? С Железногорска. Железногорска, да? Это где примерно? Там какие большие города? Иркутская область. А, Иркутская. Нет, оттуда я не помню, что были. Вот в Иркутске там был тогда раньше Хризостом. Вот у вас в Барнауле спокойный город, но нету такого, что... Как вот? Ну, у молодёжи такой негативный. Нет, у нас очень хорошее отношение и с мусульманами, и со всеми. У нас просто благодатное какое-то место такое. И архиерея, хорошее отношение с властью. И те годы нас всех религиозных деятелей собирал глава города. Там евреи, и разные сектанты. Там много людей было. Старообрядцы, беспоповцы, со священством. И даже календарь издали такой, когда этот... Ну, всё, храмы там есть, и с главой города мы все сфотографированы. Это Господь сделал. Вот, допустим, у нас монастырь был тут. Он казанская икона Божьей Матери. Он на горе был. Там... Вначале там мало было, а там потом 300 с чем-то было насельниц. И большевики пришли, их вывели и расстреляли. И там открылся источник воды. Эти годы туда возили всякий мусор. А что сделаешь? Гора, он на горе. Ну, гора такая-то, не каменная, просто возвышенный холм. Ну, и бьёт источник. Его никак нельзя, ничем остановить-то. А теперь власть-то другая. Всё расчистили, убрали. Большая скульптура деревянного из дерева Христа. И, ну, люди приезжают, там берут. Говорят, что целебная вода. Потому что мученики. Бог по шитьям святых, так было, где они умирали, вот как клемент римский. И оттуда ударил источник для исцеления. Так. А я вот смотрел одно из ваших видео, где вы говорили, что у вас не за деньги крестят. Ну, в чат-рулетке вы говорили, что у вас просто так вот батюшка крестит, да? В воде. Подожди, подожди. Что у вас бесплатно крестит, он говорит, в роликах смотрел. У нас, у нас деньги нигде не появляются. У нас свечи бесплатно. То есть мы платим, на пасеку едут, чисто восковые. У нас в уставе сказано. Однажды отдали выливать-то. Женщина одна была. И она говорит, мама вот делала как? Она сказала. А я вижу, они блестят. А большая пачка такая вот. Я говорю, а почему они блестят? Ну, это мама там смазывала парафин. Как парафином смазывала, мы их все забраковали сразу. Почему? Жертва чистая. Левит 10 глава 10 стих говорит, чистая, отличайте от нечистого. И поэтому сколько нужно, смещение, это мой брат, он моложе мне на 5 лет, оставится и все. У нас с тарелкой не ходят. Вот 27 лет мы уже как зарегистрированы. Ну и по милости Божьей, с нас ни налогов, ничего взять не могут. У нас этого нет. Добровольное пожертвование, но платится десятина. Десятина все покрывает. А десятина, значит, торговля, если человек торгует, то ему десятину не надо отдавать. Потому что торгашей Бог изгнал. И говорит, дом мой дом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников. Тут выбора нет никакого. Или мы христиане, значит, а тут так, машины освещают, как крещение, идут что-то за крещение. Крещение платить, это симония, это смертный грех. Если человек платит, никакого крещения нет. Это симония. Так называется. И поэтому у нас все. И молебны, и окапицы, все бесплатно. Абсолютно все. Я почему-то за деньги крестился. У нас вот так вот. Но я не знаю, как в других городах. Первый раз услышал, что у вас бесплатно. Вы видели, как у нас крещение в озере? Священник заходит. А потом люди, которые приготовляют в белом одеянии. Вот сколько сейчас в церкви? Ну, минут 20. А я вел занятия там в пяти университетах. И три радиопрограммы вел. Много людей приходило. И готовили мы их. 500 часов подготовка. 500 часов, а здесь 20 минут. Что сравнивать-то? Да из этих, которые еще... У них два поручителя. Оглашенные они выходили с оглашенными. Согласно литургии, как написано. И еще уйдет больше половины людей в мир. При всей проверке. Почему? Время такое. Патриарх Кирилл говорит, раньше колокол ударит, и все тянутся. А сейчас как-то из пушки бей. Никого не дозовешься. Ну, мы... У нас благовестническая община. Вы знаете, сколько мы проехали? Ну, я смотрел все ваши ролики. А это все не смотрели. Это не вам не просмотреть. Их 13 160. Где же это? 14 тысяч. 15 тысяч. Да. И... Господь позволил мне издать 38 книг, вышло. Я решил их подарить библиотеке. Мы в Барнауле. А доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. 650 городов и районных центров посетили. И везде подарил по комплекту книг. А каждый комплект 750 евро. Ну, ты считай. Умножь на 650, а потом на 70 еще. А вот привоз Евангелия был. Это от Кирилла Патриарха. Вот я смотрел видео. Ну, когда вам привезли Евангелие. Да. А, так я... Ну, а я думаю... Мы на днях только... На днях мы только получили на 250 килограмм. Это 4 Евангелия. Мы около 450 Евангелия раздали только, когда крестный ход был на крещение на опе. Мы все там ходили и раздавали. Вот он показывает. Покажу вам. Ну, вот можешь прочитать, как написано. По благословению Патриарха Кирилла. А, у меня такая же книга, да. У меня дома такая же, да. Святая Ивангелия, да, такое же. Мне до крещения еще бы давали, вот, почитать. Смысл жизни какой, вот. Я хотел спросить, есть ли польза от людей, вот то, что вы проповедуете, кто-нибудь пришел к Богу после этого, ну, писали ли вам сообщения, говорили ли, что-то такое. Вот здесь ща-то? Ну, вот. Вот здесь на ролике? Да, на это, на... На всех, на всех, да. На это рулетки, да? Да, да, да. Тут уже... Была какая-нибудь... Ну, мы сколько уже? Недели три, наверное, мы здесь находимся. Люди приближаются, отдельно приходят, беседуют по скайпу. Говорить сегодня трудно об этом, но Господь касается сердец. Мусульмане интересуются. А как они придут? Это время покажет. Уже выходили на беседу. Уже они зашли на наши ресурсы. А там, где находятся, мы говорим, вы храм посещайте, и там уже образуйте, чтобы занятия были. А занятия есть, значит, дело пойдет. А вы знаете, что у нас занятия идут по скайпу? А я смотрю, смотрю, да, видео. Вот выходит, но у меня оповещание приходит, я смотрю. Да. У нас очень богатые ресурсы, потому что, ну, время было для нас, работало. И вот мы проходили по порядку в университетах, это весь Новый Завет, из Ветхого Завета, одну книгу «Песня песней» и умение беседовать с сектантами, противосектантские беседы. Ну, что они там? И как беседовать с разными людьми? Они разбиваются, люди, на 24 категории. Один говорит, Бога нет, другой я не верю Библии, третий успею еще. То есть вот такие вот. Как с ними беседовать? В основу берется место Писания из Святой Библии. Вот когда человек просто знаниями говорит, это одно, он не к Богу приводит, он убедить может, а ничего нету. Надо, чтобы Бог привел его. А Господь приводит через Слово свое. И услышит, говорит, и покается. Поэтому и послал. Идите и проповедуйте. Вот проповедуем мы. Некоторые почему-то так говорят, что у меня Бог в душе. Я говорю, это неправильно, говорю. Ты должен прийти, покаяться, исповедоваться, и причаститься. После исповеди всегда человеку становится хорошо, говорю. Да. Это благо. Это... Ты не видишь. Господь. Благо, много милостив. Потому что по событиям... Некоторые просто говорят, что Господь так простит. Я говорю, да не простит, говорю. Так, если ты что-то согрешил, какого осудил, обидел кому-то, говорю, все прощается через исповедь. Я говорю, Господь так не простит. А некоторые вот еще люди говорят, что на страшном суде все простится. То есть мне не нужно исповедоваться и там все простится, чтобы... Зачем, зачем ходить в церковь, ничего вообще, говорит. Если Господь и так все простит. Вот такие слова... Писание говорит, во второй раз явится не для прощения, но для ожидающих его воспасения. И добавляет, говорит, если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Вот и все. Это ложная надежда. Это сверхнадеяние. Оно осуждается. На исповеди священник спрашивает. Как вот сектанты? Я спасен. А сам живет по-мирски, ни поста, ни креста нету. Бритые, все, и я спасен. Как ты спасен-то? Спасен ты должен знать каноны церковные. Книга правил есть. Как нам жить правильно? Как в семье, чтобы был порядок? На работе? Там ни одного пункта не упущено. Все сказано. Но дело-то в том, что из 719 правил церковных, это 7 вселенских и 9 поместных соборов, и где-то 17 правил святых отцов, 413 нарушаются ежедневно в каждом храме, 57% под ногами, а написано, кто согрешает в одном, виноен во всем. Как крестят? Это ладошкой за деньги. Крещение троекратное, полное, с головой погружение. 50-е апостольское правило. А кто так не делает? Извергаются из сана, а они куражатся тут. Это определенно. Дальше в священники можно избирать, ставить его. Диаконов 25 лет, а священников 30. А если раньше, изверженцы. 6-й вселенский собор, 14-15 правила. А сегодня их ставят там 18 лет, уже вермонахи. Нам никто не позволил нарушать правила. За каждым правилом сотни епископов. Многих канонизированные. А это сам по себе человек выдумает, а сумасбродство. А человек, если строго, он не придет. Это не твоя забота. Эту ответственность Бог берет на себя. Вот о Василии Велике. Второе правило. Если женщина убьет дитя в утробе матери, аборт сделает, отлучается от церкви на 10 лет. 10, а сегодня, ну, сделай там 40 поклонов-то. Иоанн Златоуз говорит, что если священник не накладывает и пятимью наказания, то гибнет и сам, и того, кого прощает. Ему не дана была прощать. Сверхнадеяние. Я вот когда 15 лет к Богу пришел, ну, я общался, то есть у меня были друзья, которые пили, курили, матерились все. Ну, то есть мы разделились, то есть я перестал с ними общаться, потому что сказал, ребят, говорю, я верю в Бога, говорю, мне не нужно этого, то есть мне не нужно пить, курить, потому что я вот как-то гулял около церкви, и вот меня тянуло почему-то туда, вот рядом. Сначала я вот когда пришел первый раз, я не знал, что такое причастие. Было воскресенье, шла служба, ну, выходной день. И я, у меня потом, ну, там собеседование проводит Александр, и он меня давал и говорит, я тебе объясню, что такое причастие, исповедь. Ну, я тогда был некрещеный. Он мне все объяснил, я вот к этому моменту пришел к Богу, конечно, но сейчас мне 21, и вот 15 лет пришел. И вот друзья, получается, родились, то есть со мной перестали общаться друзья. Ну, они увидели, какой я, и какой они. Они любят пить, курить, ну, там материться. Ну, у них там другая жизнь. А я такой, я говорю. Ну, говорят, для меня это родине играет. То есть живите по-своему, я живу по-своему. Ну, я нашел трех православных друзей, вот сейчас общаюсь с ними. То есть, а другие мне не авторитет, я с ними вообще не общаюсь. Ну, и там маму, бабу, шлунок, я к вере призываю, маму отходит в церковь тоже, исповедуется, причащается. Ну, вот так вот как-то у нас все пошло. Вот рад, что в своей жизни, что я к Богу пришел. Что мне все равно, что обо мне как бы говорят другие. Пусть говорят плохо или хорошо. Кто-то скажет, нету Бога, кто-то еще. Я все равно как бы буду верить, потому что я знаю, что Господь есть. Да. Это благодать Божия касается сердца, и уши человека открываются из сердца. Я принял. Вот Павел проповедовал когда, над ним насмеялись в Афинах-то. Ну, а обратился Дионисий, известно, Лидия, торговца в Багренице. А дальше пошло уже. Люди обращаются. Ну, по-моему, то же самое смеются, говорят. Не знаешь, кого видишь там. Кто, говорят, ты ходишь в секту. Я говорю, это не секта, говорю, это церковь. Ну, секта у нас тут полного. У нас есть храм и церковь. Остальное все секта. Ну, отвергаются, не хотят идти. Некоторые говорят, я стесняюсь. Некоторые говорят, мне как-то стыдно подходить к иконам, перекрестиваться. Ну, как-то вот так вот. Сидят-то всего. Иоанн Затауст говорит, дьявол все перевернул. Бог заложил совесть человеку, чтобы ему стыдно было грех делать. А каяться не грех. А теперь сатана наоборот. Грех делает с ненасытимостью, а каяться боюсь. Наоборот, все. Ну, потому что нравится жить такой жизнью. Да. Наверное. Кто любит мир, кто нет любви отчей. Дружба с миром есть вражда против Бога, Яков говорит. Не просто я дружу с миром, товарищи, друзья. Господь говорит, если глаз соблазняет, вырви глаз. Рука, нога, отруби, брось от себя. А блаженный фифилак толкует, что если у тебя есть друзья для тебя, близкие, родные, как глаз, нужны, как рука тебе. Если они ставят вопрос, или мы, или твоя вера, не выбирай. Это уже я выбор сделал раньше, когда обратился, покаялся. А если кто-то назад повернется, написано, ненадежен такой для царствия Божия. Я хотел спросить, а где у вас Никита там вот с вами все находился? Кто находился? Где Никита сейчас? Никита на Украине. Он приходит на занятия. Вот в воскресенье по Москве это будет у нас в два часа. Если вы зайдете, вот тут я не знаю, куда вам сбросить. Вы на меня зайдите как-то в мейл.ру. А я знаю. Он знает. Я знаю, но канал все знаю. Он же ролики смотрит. Он знает. Ну вы знаете, что у нас идут. И вот если там будете, и мы тогда, я вам скину все. Но я вам напишу сообщение. Да. Вас как звать-то? Антон. Антоний. Антон, да. Во славу Божию. Благослови и помилуй. В ВКонтакте не пишите, пишите в мейл.ру или в скайпе. В ВКонтакте там модераторы работают. В ВКонтакте я не бываю. Там открытый Фейсбук, Твиттер у нас. Это администрация там работает. Я нахожусь в моем мире и в скайпе. Ну и все время работаю в Ютубе. Очень много пишут. Поэтому все утро уходит на подготовку, чтобы люди нуждаются в этом. Ну ладно, спаси вас, Господь. Спаси тебя, Господь, Антоний. Храни тебя, Матерь Божия. С Богом. До свидания. С Богом. Хорошо.